Всем огромный привет! Сегодня мы с вами будем вязать варежки. Одну варежку я уже связала и сейчас с вами будем вязать вторую. Это на правую руку, а мы с вами будем вязать на левую руку. Для начинающих вязальщиц обязательно рекомендую взять листочек, ручку и все-все записать, как это сделала я. Начнем мы, наверное, из пряжи. Пряжу я не буду рассказывать, какая у меня пряжа, одно скажу. Для того, чтобы у вас было вязание плотное, ваша пряжа должна быть такой же толщины, как и спицы. Обычно на нитках на пряже пишут сколько метров, в 100 граммах у меня 120 метров и рекомендуется спицы номер 6-7. Вот ориентируйтесь от этого, потому что пряжа может быть разная. Я какую нашла, такую и взяла. Два цвета, так и буду вязать. Для того, чтобы узнать, сколько нам надо набрать петель, надо самое первое связать образец. Вяжем лицевой гладью, так как мы будем вязать варежки. Провязываем, ну, сколько там, 10-20, например, рядов. И дальше берем метр и измеряем. Вот я знаю, у меня получается 5 сантиметров, это 8 петель. Дальше берем ручку ребенка и измеряем вот так вот. У меня получилось 15, это получается обхват кисти, называется. У меня получилось 15 сантиметров. Соответственно, если в 5 сантиметрах 8, а мне надо 15, это будет 24 петли. Но резиночку я хотела поплотнее, опять же. И поэтому я набираю 20 петель. Как набирать петли? Первая ниточка у меня светлая, почему-то люблю я светлый цвет. Я беру две спицы и делаю вот так вот витки. 20, 21, 22, 23 беру для подстраховки. И вот такой вот кусочек, хвостик у меня остается. Накидываю нить на 2 пальца. Спицы под низ ввожу. И набираю петельки. 1, 2, 3, 4 и так далее, пока не наберу 20. Есть 20. Теперь беру нить другого цвета. Одну спицу снимаю. Ниточку сюда прикладываю. Примерно одинаковые, чтобы были здесь у меня хвостики. И придерживаю вот так вот нить другого цвета. Провязываю первую петельку лицевой. Нам теперь надо вывязать резинку. Резиночку я вяжу 1х1, но можно вязать 2х2. То есть, 2 лицевые, 2 изнаночные. Это первое. Второе. Все петельки нам надо распределить на 4 спицы одинаково. 20х4 получается у нас по 5 петель на каждой спице. Итак, мы с вами провязали 1 лицевую. Вторая идет у нас изнаночная. Лицевая. Изнаночная. Это будет 4. И опять лицевая. Подтягиваем здесь концы. Берем дополнительную спицу следующую. У нас здесь последняя лицевая. Значит, следующая идет изнаночная. Опять лицевая. Изнаночная. И распределяем на все спицы. Провязали. Теперь берем вот эти вот ниточки последние. То есть, здесь в начале, здесь в конце. И просто вот так вот связываем. Я буду связывать за синюю нить. Так как она у меня идет здесь основная сейчас. Есть разные способы, как соединить. Как закрыть кольцо, замкнуть здесь вот круг этот. Посмотрите в интернете. Или кто знает свой способ, напишите. Теперь мы меняем цвет нити. Синюю мы опускаем вниз. И рабочая нить у нас теперь будет серая. Вот так вот. Здесь в начале, сразу скажу, будет не очень удобно. Но это только первые ряды. Дальше будет все попроще. Так вот. Мы берем синюю. Вот она. И провязываем лицевой. Здесь получается она первая. И не очень удобно. Вот так вот. Я ее обычно провязываю за заднюю стенку. Вот так вот. Вот. Лицевая. Дальше у нас идет изнаночная. Опять лицевая. То есть мы повторяем рисунок. Мы вывязываем сейчас резинку. Так провязываем до конца. И будем с вами менять нить. Провязали. Нитью серого цвета. Теперь берем синюю ниточку. И дальше продолжаем работу. Первая у нас идет лицевая. Провязываю за заднюю стенку. Дальше идет изнаночная. И лицевая. Вот. Вот уже в третьем ряду. Смотрите, как легко будет менять цвет нити. Мы закончили вязание нитью синего цвета. И теперь берем серую. Смотрите. Вот так вот. Синюю мы отпускаем. Берем нить серого цвета. И провязываем первую. Смотрите, уже очень легко и просто за переднюю стеночку. лицевая, изнаночная. И так далее. Продолжаем вязание. Вязать резиночку до тех пор, ну вот, сколько вам надо. Желательно, я всегда советую, одевайте на ручку ребенка, и тогда вам будет видно, сколько вам надо сантиметров связать. Провязала я резинку. У меня это получилось 5 сантиметров. Вы смотрите, сколько вам надо. Повторюсь. Продолжаем работу дальше. У нас была основная рабочая нить, сейчас синяя. Теперь мы берем серую и начинаем делать прибавки. Первую провязываем лицевая. Вторая тоже лицевая. У нас теперь будут все лицевые. И здесь делаем прибавку. я делаю вот так вот. Я беру вот эту вот ниточку и просто накидываю на спицу. Далее следующую провязываем лицевая и опять лицевая. Если где было изнаночное тяжело, я провязываю за заднюю стенку. Ничего страшного в этом не вижу. Так мы поступаем на каждой спице. Первую, вторую провязываем и дальше идет прибавка. Здесь тоже за заднюю стенку провяжу две и опять прибавка. Так, накидываю эту, провязываю лицевой. Теперь у нас должно получиться общее количество 24 петли. На каждой спице по 6 петель. Следующий ряд у нас идет нить синего цвета. Все петельки 24 мы провязываем лицевыми без прибавок. Вот здесь, где делали мы прибавку, провязываем за переднюю стеночку. Вот так вот. И провязываем все без изменения. А в следующем ряду делаем опять прибавки. Меняем опять цвет нити. Следующая идет у меня серого цвета. провязываем 1 2 3 вот у нас была прибавка и делаем опять прибавку. Так делаем еще по одной прибавке на каждой спице. Итого у нас должно получиться 28 петель. теперь у меня общее количество 28 петель. Из расчета мы сначала считали с вами, что нам надо взять 24. Я еще по одной петельке добавила, чтобы варежки у меня были более-таки менее свободные, а не так, как в прошлый раз я сделала ровно 15 сантиметров. Я так 15 взяла, надеялась, что нитка немножко потянется, а они оказались ребенку маловаты. Вот поэтому в этом случае я добавила. Но опять же, вы смотрите по руке вашего ребенка. Все берите, меряйте, здесь меряйте, здесь, а желательно, конечно, одевайте. У нас была целая история с этими варежками. это были мои первые мы постоянно их одевали на руку. Да, ребенку не нравилось, но тем не менее, лучше все-таки мерять. Итак, мы с вами сделали прибавку, теперь у меня 28, я буду вязать теперь смотрите, от резиночки часть до большого пальца. Сколько вам надо провязать, тоже опять же меряйте, смотрите, если на подарок, посмотрите размеры в интернете есть, вот, значит, вяжем до большого пальца, вот, а дальше с вами встретимся. Теперь мы с вами будем оставлять место для пальчика. Смотрите, на этой варежке, получается, на правую руку, я пропускала место для пальчика на первой спице, вот, где у нас идет ниточка, мы соединяли, вот, от этого хвостика получается вот это первая спица. Я сейчас первую спицу провязываю, меняю цвет нити, а на второй спице три петельки я провязываю, одна, две, три, остается у меня четыре петельки и я их снимаю на специальный вот такой вот маркер. Можно снять, в принципе, на обычную булавочку, аккуратненько, вот так вот. Здесь у меня четыре, здесь у меня три, но, смотрите, если у вас пряжа соответствует такая толстая, как у меня, то да, у вас тоже четыре будет, возможно, у вас будет меньше или больше, в зависимости от того, какая пряжа и какой палец, собственно. Теперь нам сюда к этим трем надо добавить еще четыре, которые не хватает. Мы их набираем, я набираю лично вот так вот, одна, две, три и четыре. Четыре, три, семь. Все. мы пропускаем вот эту часть и идем на следующую спицу, то есть место мы для пальчика оставили. Дальше провязываем здесь вот первую старайтесь поплотнее, потому что может быть потом дырочка и вот так вот плотненько подтягиваем. Все. Дальше по кругу вяжем, меняя цвет нити, точно так же как мы делали это в начале вязания и вяжем до тех пор, пока у нас варежка не покроет мизинец. Одеваем опять же на ручку ребенку желательно и покроет мизинчик и мы делать с вами будем здесь убавление. Забыла показать, надо как палец провязать. Здесь обычно провязываем две три лицевые а здесь вот сейчас покажу смотрите надо подтянуть и вот так вот я поддеваю здесь и вязываю за переднюю стеночку вот опять подтянула немножко и провязываем сразу может показаться что вот это отверстие для пальчика оно большое но поверьте оно небольшое вот сразу кажется большое но на самом деле когда одевает ребенок на ручку оно должно быть немного свободнее потому что первые варежки я вязала то конечно переживала что будут большие будут слетать а оказалось наоборот поэтому в этот раз я не особо переживаю все продолжаем дальше наслаждаться вязанием делаем убавление убавление делаем красивым таким узором покажу вам свой способ вот смотрите где хвостик это у нас первая спица на первой спице первую и вторую петельки мы провязываем вместе за заднюю стенку остальные петельки провязываем без изменений петельки второй спице две последние петельки провязываем вместе на третьей спице первую и вторую петельки провязываем вместе опять же за заднюю стеночку и на четвертой спице последние две петельки провязываем вместе и так мы убавление делаем до тех пор пока у нас не останется минимальное количество петель на спицах далее я закрываю при помощи крючка ну а вы закрывайте удобным вам способом я закрываю по кругу и ниточку прячу вовнутрь варежки петельки на спице на спице на спице на спице на спице Продолжение следует... 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 Делаем убавку. На каждой спице первую и вторую петельки мы провязываем вместе за заднюю стеночку. Ну а дальше закрываем вязание при помощи крючка. Закрываю я по кругу, опять же, вы закрывайте как вам удобно и ниточку прячу вовнутрь. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...